весну всем велкам это снова я дн gp сегодня у нас хорошая погода я решил немного покататься на скутере что с поехали сегодня у нас будет небольшое видео про новости из японии сразу вот как раз заправки выезжаем видите цены на бензин бензин подорожал на прошлой неделе вот регуляр верхний самый стоил 160 йен сейчас уже 171 то есть на 10 йен уже подорожало это прилично в начале года кстати он стоил около 150 йен вот за полгода подорожал примерно на 20 и может чуть больше не знаю там мы сейчас проедем в сторону токио посмотрим как там на на самом деле сейчас кстати очень жарко и народ старается чтобы из дома не выходить потому что можно склопотать солнечный удар очень много машину скорой помощи ездит здесь прям каждый день слышно сирены несколько раз на дню мимо дома проезжая в том числе поэтому надо быть очень осторожным в такую жару сейчас в тени примерно 38 градусов в тени я поехал после обеда сейчас около двух часов дня и уже не так жарко самая жара примерно 11 но где-то 12 часов это самая жара с 10 до 12 вот так и хотел бы предостеречь вас от этой жары то есть не выезжайте на улицу вот кстати сзади едет скоро еще как раз говорил не выходите без необходимости на улице в такую жару в японии это очень чревато вот адрес кстати это 110 вот последний наверно выпуск адресов 110 был и все сейчас они прекратили выпускать адресы 110 120 пятки остались 125 хорошее но на любителя это дизайн нравится кому-то нет также по посадке кому-то нравится там сидеть кому-то нет как видите вот апгрейды небольшие сделал на скутер поставил себе ветровое стекло чтобы не сильно задувало и дождь и всякая пыль не летела потому что бывает иногда едешь особенно за грузовиком у которого сзади открытые кузов и пыль оттуда ну например там он землю возил или песок и вот песок или пыль оттуда летит и на скорости я вам скажу очень кстати больно под к этому участкам тела попадает как быстро пескоструй прям да неприятно но но в этот февроле корвет ли камара да начнем с новостей да как вы знаете уже в японии но я на так все так же дешевеет ничего не меняется вместе с долларом она дешевеет хотя не значит доллар на она уже дорожает до этого вместе с долларом дешевела мы продолжает дешеветь далее новости на бензин подорожал но благо в японии бензин когда дорожает он в мире он дорожает а когда дешевеет мире он дешевеет реально то есть здесь нет такого как в россии что когда он дорожает он дорожает а когда везде дешевеет он остается таким же, ну и цены не меняются. А потом они ждут, когда опять он подорожает немного и опять подорожание делают. То есть такой хрени нету здесь. Но цены реально высокие на бензин. Допустим, если это сравнить с российскими ценами, то 170 иен на рубли это около 80 рублей за литр. Это очень много. Тут недавно была годовщина того, как этот самый убили там прежде этого премьер-министра Рапе. Люди собирались на том месте, где он в последний раз выступал. Говорят, там полиции много было, все там, все оцепили. Вообще, на самом деле, в Японии сейчас ну, с безопасностью все строже и строже делают. Особенно вот на нового премьера, там кто-то тоже попытки делал, гранаты там кидал или еще что-то, я не помню. и задержали там товарища этого, чтобы он не кидал там. цены на продукты, что можно про них сказать. Ну, продукты немного подорожали, но это в начале года было. А сейчас пока что без изменений. Сейчас сезон арбузов пошел. Мы вот недавно ездили на юг там, где и на Шима, и туда, и там Акро, и там арбузы тоже рядом подают. Поля есть. Взяли там арбуз. Ну, хороший большой арбуз, если он сладкий, он стоит будет, ну, примерно тысячи три йен. Килограммов на семь где-то. Если килограммов на десять брать, то, ну, где-то около четырех можно найти. Да. Сладкий. Если магазинный брать, ну, имеется в виду, которая в супермаркетах продаются и тому подобное. Там обычно не очень большие, не очень сладкие арбузы. Они разделены на восемь кусков обычно. И вот эти куски продают. Вот еще один на свише катается, товарищ. Восемь кусков. Да, и кусок где-то стоит порядка триста-четыреста пятьдесят йен. В зависимости от размеров оригинального арбуза ну, да, цена средняя четыреста йен. За одну восьмую арбуза. Так. Какие еще нововведения здесь были? Вообще, в Японии. Ну, то, что масочный режим полностью отменили, я думаю, вы уже в курсе. Да, теперь нигде не требуется носить маски. Ну, так, по желанию исключительное. И на улицах, даже, где много людей, ну, как бы, все по желанию. Сразу столько людей на улицах без масок стало. кто-то так и носит маски, как бы привыкли. Ну, потому что они и раньше носили, возможно. Потому что у них культура ношения масок есть, у некоторых они боятся там показывать свои зубы, и еще что-то. Да, мы, как и всегда, едем по 246. Это одна из лучших дорог в Токио, я считаю, которая идет с Коногавой по Токио. Она всегда свободная, ну, практически всегда здесь пробки бывают, ну, крайне редко, скажем так. Бывает, когда только вот вечером в обратную сторону, то есть из Токио пробки, а утром где-то с 8, где-то с 7-8 утра до до 9 пробки. Ну, так как я еду на работу обычно где-то в 10-11, то я эти пробки уже не застаю. недавно поменялся резину на скутере, застерлась совсем. Были до лопы, стояли, откатал на них порядком 7000 километров на каждом. На этом скутере уже 28000 накатано, лично мной, так как я его новый брал, за 28000. Патруль катается. Ну, обычно они проверяют инфраструктуру дорог, все ли там в порядке, нет ли никаких там проблем на дорогах. Возможно там есть какие-либо повреждения, столбов или ограждений. Желтые такие машины патрульные. У них обычно всегда надпись горит патруль. Типа в патруле находятся они там. патрулят чу. Да, машин, кстати, очень много здесь. Вот именно за городом, но за пределами Токио обычно, когда выходные дни, очень много народу старается куда-то выехать на выходные, сейчас особенно в жару там на пляж. к сожалению, некоторые бассейны так до сих пор не открылись, но имеется до открытые, которые там аквапарки, бассейны, и очень много бассейнов до сих пор в закрытом состоянии, я не знаю, там возможно ремонт или еще что-то идет. но они планируют открыться где-то в конце июля, возможно начало августа, но я считаю это слишком поздно уже, блядь, да, в июле начало августа, уже все лето что-то прошло, там самый то, как раз бассейн это июнь, июнь, июль, вот начало, потому что еще не так жарко, в августе просто пекло будет вообще неимоверно и там в бассейне невозможно будет даже ходить по этому бетон там или какое-либо покрытие это будет больно передвигаться ну а если в сланцах то можно если без сланцев ну вот а если вы с детьми к примеру то ну дети сами понимаете они не будут постоянно ваши сланцы там искать надевать и это очень как бы напрягает для родителей кстати да Toyota так до сих пор выпускает автомобили Honda немного приостановил производство Toyota ну тоже немного приостанавливала но сейчас они планируют возобновить и новые версии этих Prius кроунов выпускают скоро Alphard Vellfire будут сейчас они собирают пока предзаказы вот кстати впереди этот кроун вот он ну как по мне так Prius намного красивее выглядит чем кроун новый Prius да не знаю они как-то кроун сделали как мыло такое круглое а Prius новый выглядит как Ford GT который 500 да новый Alphard красивый Evilfire там прям вообще шикардо сделали новый салон у них там теперь как опция есть подножка выезжающая для детей там потому что раньше было высоко им садиться кожаный салон комплектации тоже хреново туча там не только этот executive launch и всякие Z S и там подобное вот есть впереди это у нас Camaro да Camaro ну что это RS какой-то да Camaro не знаю весь черный ну так прикольно конечно но зимой в нем наверное хорошо ездить а летом будет перегреваться автомобиль из-за того что температура большая черная машина быстро нагревается вот там Рокутен находится с правой стороны здесь барбекю всякие площадки для игры в бейсбол мы подъезжаем сейчас как раз въезжаем в Токио уже как будто Магава граница Конагава и Токио да что еще можно сказать про ну вот ветерок сейчас есть более-менее нормально хоть не так жарко но когда ветра нет тут жопа я бы вообще свалил куда-нибудь в горы в воде где река река там горная озеро или еще что-то вот на это время как пока есть высокая температура в Токио а в городе так еще выше потому что ну сами понимаете дома асфальт все это нагревается так как японцы обычно дома не сидят ну нет такой привычки там да то они где-то гуляют дома у них ну так же нагревается за день никто кондиционер особо не включает а если включают то там как бы все это закрыто и холодного воздуха очень мало на улице уходит поэтому город нагревается зелени мало в городе вот видите здесь вот единственное место где зелень это 246 вот такое вот небольшое видео надеюсь вам понравилось если понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки если у вас остались какие-либо вопросы задавайте в комментариях ну а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о Японии у меня есть кстати телеграм-канал если кто не знал ссылка будет в описании где я публикую все изменения в канале новые видео на случай если заблокировать там youtube все можно будет узнать там ну все до новых встреч увидимся